Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач Музея Денцовского городского округа. И сегодня здесь, в Большом зале Оденцовского историко-краеведческого музея, находится удивительная, красивая выставка картин. И расскажет нам о ней методист Инна Мартехова. Здравствуйте, Инна! Здравствуйте! У нас действительно удивительная выставка картин. Это новый уровень для нашего музея. Здесь представлены картины художников московской династии Анны и Александры Мессерер. Эта выставка называется «Все яблоки, все золотые шары». Название она получила по цитате любимого поэта Анны Мессерер Бориса Пастернака. Здесь картины посвящены рождественской тематике. Посмотрите, они светлые, умиротворяющие, дарящие покой. Александр Мессерер в основном на религиозную тематику рисовал свои картины. У Анны ближе к домашнему уюту. И картины пейзажей, которые она видит из дома, из своего дома, из окна. Инна, чем интересны эти картины? Расскажите, какие-то особенности этих картин? Потому что обычному взгляду, обычному человеку они покажутся, наверное, непонятными. Да, вы правы. Я тоже так думаю. Они действительно не очень понятны, если к ним не присматриваться, если о них не задумываться. Эти картины очень теплые. Вот эти конкретные картины Александра рисовались в 2020 году. Для него какой-то период наступил, наверное, ближе к Богу. Он душой стал. Почему-то ему захотелось именно на библейскую тематику рисовать картины. И у него получилось, в общем-то, очень даже интересно. Действительно, глядя на них, получается радостное, светлое чувство. Все они в определенных тонах нарисованы. Да, совершенно верно. В теплых, светлых тонах, да. Также здесь представлены картины их дочери. Вообще, эта семья удивительная. На самом деле, Александр Миссерер является сейчас представителем театрально-художественной династии. Его бабушка Анель Суткевич, она была художником по костюмам и актрисой немого кино. Именно она придумала костюм для Олега Попова, для карандаша. Его дедушка Асеф Миссерер, он балетмейстер Большого театра. То есть творческая такая прям стиль. Их дети продолжают эту историю. Они тоже смотрят на своих родителей, как они рисуют. Стараются не подражать. Нет, ни в коем случае. Они по-своему рисуют. Тоже очень интересно. Александр и Анна говорят, что их дочь Нина рисует скорее, как дедушка Борис Миссерер. Ближе к нему она по стилю, более жесткий, более агрессивный у нее стиль. Но, тем не менее, очень четко и красиво получается. Сейчас Анна и Александр живут в Переделкино. Там же они и работают. У них есть там своя художественная студия, где они преподают живопись для всех желающих. Там потрясающие, очень красивые места. И они очень часто их запечатлевают на своих картинах. И вот на этой выставке тоже можно увидеть пейзажи с этих мест. Кроме выставки в вашем музее, наверное, еще где-то они представляют свои работы? Да, безусловно. Конечно, у них регулярно проходят выставки на разные темы. Тогда мы приглашаем всех жителей нашего Одинцовского округа, чтобы они приходили в историко-кровический музей и любовались такими красивыми картинами. Да, обязательно приходите, не пожалеете. Очень красивые, интересные картины. Спасибо вам огромное за рассказ. Дорогие телезрители, приходите, любуйтесь, наслаждайтесь прекрасным искусством. Ну а мы прощаемся с вами, увидимся в следующих передачах. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!